Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте. Да, здрасьте. Только вот появились. Значит, смотрите, что у нас с вами на сегодня. У нас с вами сегодня короткое видео по очень простому, компактному вопросу, правильно? Значит, я попробую его сейчас озвучить. Мы с вами придумываем, конструируем задание по поводу сертификата на право создания семьи. Предполагается, что этих заданий будет очень большое количество. Соответственно, очень большая палитра разнообразия, потому что там очень много разных возрастов, ситуаций жизненных и так далее. И это совершенно гигантская работа. То есть, по моим прикидкам, это несколько, может быть, тысяч, а может быть и десятков тысяч заданий. Эта гигантская работа не может быть выполнена там одним человеком или просто коллективом даже из очень умных экспертов. Она может быть выполнена, во-первых, коллективом из тех, кто, собственно, эти задания использует для пользы своей жизни. То есть, они не только придумывают задания, но их и используют. И, кроме того, этот коллектив, ну, такой безгранично большой. Пока что я мыслю этот коллектив, как все русскоязычное пространство, которое есть на земле. Вот. Соответственно, мы сейчас только что с вами придумали пример некоторого задания, и мы его сейчас озвучим. Правильно? Давайте. А всех остальных мы призываем наполнить это задание конкретикой и помочь нам и опубликовать такие же видео с примерами, которые вам придут товарищи на ум. Как вы поняли, что мы придумали? Скажите, передаю вам эстафетную палочку, а я чуть-чуть отдохну, я потому что тут чай пью. Ну да. Да. Что-то суровая работа. Неожиданно. Я не подготовился. Я не подготовился. Я не подготовился. Я не подготовился. Я понимаю, что вы не подготовились. Поэтому я вас макаю, так сказать, с головой в полный рост. О! Нокаут получается. Тяжелый. Тяжелый вариант. Вот. Вот. Нет. Ну, значит, я вам чуть-чуть помогу. Итак, мы придумали такое универсальное задание, в котором… Что надо сделать? Ну, мы только что его проговаривали. Да. Один из вариантов – это взаимоотношения между родителем и ребенком. И, значит… И этим ребенком, и окружающим социумом, правильно? Между ребенком и окружающим социумом. Но работу должны вести родители. И они должны подготовить вот эту программу взаимодействию с ребенком, подготовить ребенка к взаимодействию с внешней средой. Я бы сказал так, что не к взаимодействию с внешней средой, а наоборот. К взаимодействию с родителями. Правильно? На заднем плане. На заднем плане. На конечном плане. Да, конечно. То есть, задача ведь как раз в этом. Да. Ну, давайте раскроем все карты. В чем состоит суть, так сказать, идеи? Скажите. Ну, давайте я попробую. Нет. Родители вместе с ребенком. Ну, и мы тоже поучаствуем. И вообще все другие, кто нас слушает. И ты, товарищ третий, который по ту сторону экрана сейчас… Составляет список ситуаций, о которых ребенок, в случае появления которых, ребенок должен немедленно сообщать родителям. Да, и мы говорили о том, что вот эта вот немедленность, она может быть, так сказать, иметь три варианта. Например, самый такой простой вариант – ну, поскорее прийти домой и рассказать. Да. Вечером, да. Да. Второй, более жесткий вариант – отойти в сторонку от этой ситуации, взять телефон мобильный и быстренько позвонить. Угу. И совершенно жесткий вариант – когда телефон отняли, руки связали и никуда уйти не дают. Ага. И что делать в этом случае? И что делать в этом случае, да? Вот правильно. Вот. Соответственно, нужно составить список случаев, о которых нужно сообщить. Да. И этот список ребенок должен выучить наизусть. И хорошо бы хоть какую-то подсказку к тому, как выйти в ситуацию в третьем случае. Ага. 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 У меня есть. Вот. Я этим лично занимался довольно долгое время. Ну, тогда дайте какую-нибудь наводочку. Что делать, когда руки связаны и тебя удерживают? Ну, правильно. Когда находишься в заключении, в заключении находишься, вот, ну, полностью закрыты все каналы общения с внешним миром. Ага. Не-не. Мы все это взрывали. Мы все это взрывали. Обходили все запреты. Обходили все запреты. Очень даже интересно. Нет. Ну, вы имеете в виду какое-то заключение, где все-таки руки у вас свободны? Ну, нет. Да. Руки свободны. Но какая разница? Я все равно... Мне запрещено разговаривать, переписываться с родителями, с близкими людьми. Разговаривать. Ну, полная изоляция. Это практически то же самое. Не-не-не. Руки связаны или тебя в камеру, в подвал бросили. То же самое. Ну, в общем, вот. Да. Это немножко другая ситуация. Например, ребенок, восьмилетний ребенок, которого на улице прижали к стенке трое болванов, да? Да. На две головы выше тебя ростом, да? Да. Да. И требует у тебя деньги. Ну, да. Вот. Вот такая, например, ситуация. Немножко другая. Вот. Ну, я думаю, что вот мы с вами сейчас не справимся с какими-то рекомендациями в этом случае. Я думаю, что нужно отдать все, что они просят, полностью с ними согласиться, никаких угроз им в ответ не давать. А, угроз не давать – это да. Вот. Но чтобы им все отдать и не обмануть их, не схитрить им, ну, это невозможно. Это не годится. Вот. Ну, в общем, вот. Короче, пока что будем сосредоточиться на списке вариантов, ну, ситуаций, о которых следует сообщить родителям. Да, да. Притом, понятно, что даже не очень так уж и важно, насколько хороши или плохи отношения между ребенком и родителем. Я имею в виду доверие, да? Ну, да. Да. Если отношения очень хорошие, ну, так замечательно. Да. Ребенок будет проинформирован, он будет знать, какие возможны варианты. Да, он будет надеяться на помощь, надеяться. Вот. А если отношения не очень, то возможно, что такое задание и выучивание этого списка будет содействовать налаживанию этих отношений. Да, конечно. Вот. Безусловно. Вот. Ну, а теперь давайте хотя бы, а мы это с вами не проговаривали, нам придется это сейчас сделать. Вот. Прямо на глазах у нашего третьего и его присутствия. Какие-то пункты, в каких случаях надо сообщать. И опять я передаю софетную палочку вам, а сам пью чай. Да, 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 да. Очень здорово. А у меня в моей жизни, я не помню таких случаев, когда у меня вот появлялась бы необходимость вот так вот сообщать родителям. Ну, вот не помню. Да? Да. Ну, просто уже много лет живете и просто позабыли. Нет, я просто бегал так вспоминаю. Вот. Были, конечно, страшные моменты, страшные ситуации, там все что угодно было. Вот. Ну, не знаю. Да. Да, ну, конечно, самый такой кусачий был вариант. Кусачий вариант был. Вот, кстати говоря, полезный. Значит, десять лет мне. Вот. Ну, как, 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 как вся шпана. Бегу. Иду по улице города своего. Вот. Поперек меня раз становится человечек такой флюгаленький, кавказского вида. Останавливается и говорит, паренек, где тут можно искупаться? Вот. Я говорю, как где? Вот. Идете до перекрестка налево и там будет пляжик. Ой. А ты не мог меня проводить? Ну, что я говорю? Ну, давайте, давайте провожу. Я в ту сторону иду. Ой. Говорит. А давайте мы с тобой перед тем, как туда пойти на пляжик, мы с тобой... Я хочу в кафе зайти. Я хочу рюмочку венца выпить. Ну, ну, ладно. Я подожду. Вот. Садимся в кафе. Заказывать себе водки. И мне водки граммов 30, наверное. О. Я так... Я... Понятно. Что-то чувствую, что здесь что-то не так. Подождите. Да. Сколько вам лет-то было? 10 лет было. Вот. 10 лет. Вот. Я чувствую, что здесь что-то не так. Но, с другой стороны, любопытство и возможность попробовать водки, которые я не пробовал, а очень хотелось, я думаю, попробую. Ну, и добавим сразу, что это было так давно, что ни о каких мобильных телефонах речи нет. Ну, разумеется, конечно. Так. Заходим в эту кофеюшку. Вот. Значит, там такие комнатки. На два... На двух собеседников садишься. Вот. На двух-четырех там собеседников. Собеседников. Вот. Значит, сидим. Так. Значит, я попиваю это вино. Я его допиваю. Вот. А шарики крутятся. Что-то чувствую, что здесь дело недоброе. Вот. Недоброе. А мы уже в подворотне обсуждали всякие такие ситуации. Вот. И поняли, что здесь дело пахнет педерастией. Вот. Ну, думаю, надо бежать. Вот. Так. Думаю, план такой. Нас сидим. Я так поворачиваю голову. И там калиточка в это кафе. Вот. Ну, я делаю вид, что кто-то прошел. Ой. Васька пробежал. Сейчас я ему два слова скажу. Вот. Чтобы он сам передал моим родителям. И я так встаю спокойненько. Подхожу к этой калитке. Отхожу чуть-чуть в сторону. И деру. И деру по хитлым переулкам. Все. Только меня и знали. Вот так вот. До свидания. Дядя. Иди. Иди. Купайся. А случай такой. Не знаю. Не убежал бы. Дошел бы с ним до пляжика. И могло бы кончиться очень плохо. Во. Да. Теперь мы продолжаем нашу тему. Да. Надо ли об этом сообщить родителям, вернувшись домой? Да. Ну. Вообще-то. Вообще-то говоря, если бы нормальные отношения у меня с родителями, то да, конечно бы. Конечно бы. Конечно бы. То есть, однозначно такой случай включать в список, правильно? Да. А, чтобы дома об этом рассказать? Да, конечно. Это совсем не помешало бы. О. Это не помешало бы. Да. Ну вот. А под каким названием такой случай туда войдет? Как вы думаете? Сомнительное знакомство. Сомнительные предложения на улице. От нежнакомого человека? Да, конечно. От нежнакомого человека, да. Сомнительное знакомство, да. Сомнительное знакомство на улице. Нет, тут знакомство как-то очень неопределенно. Да, да, да. Именно предложение. Предложение, да. Понимаете, да? Да, конкретно, да. Вот. И, по-видимому, в таком списке может набраться... О! В этом списке много вариантов предложений, которые являются весьма и весьма опасными. Не, я имею в виду не только вариантов предложения от незнакомых людей. Да. Но и, в принципе, в каких-то ситуациях может набраться и 10, и 20, а может и больше, да? Да, конечно. Ну, в зависимости от того, где вообще данная семья живет, правда? Ну, да. В большом городе, наверное, очень много. В деревне, по-видимому, поменьше, правильно? Ну, да. Вот. Ну, вот, товарищ третий, который нас сейчас смотрит, теперь ты принимаешься за работу. Ну, во-первых, что тебе нужно сделать? Во-первых, нужно распространить наше видео среди заинтересованных людей, которые помогут нам всем вместе такой список составить. Ну, само собой, понятно, что ты можешь любые пункты предлагать. Да, и, самое главное, подсоединиться к нашему сообществу. Ну, естественно, предлагай пункты, и ты присоединишься, да? Ну, да. Вот, значит, также мы должны сказать, что здесь под нашим видео есть описание, в котором мы даем ссылки, ну, полезные и связанные с нашим сегодняшним разговором. Вот, в том числе, там даны ссылки на другие места, где мы подобные темы обсуждаем. Ну, там, например, в Телеграме, ВКонтакте, на Фейсбуке, да? Да. А ты, например, любишь работать там в Инстаграме или еще где-то, и ты вполне можешь туда донести наше видео и там это распространить. Ну, таким образом мы соберем большое число заинтересованных людей, вот, с помощью которых мы и составим такой список. Ну, на этом можно и закончить, правда? Да. Спасибо вам за замечательный пример. Вперед. Вперед. До свидания. До свидания. Всем до свидания.